Тверь постепенно преображается. В нынешнем году стартовал второй этап ремонта на Трехсвятской. Приводив в порядок и тротуары. Недавно на улицах началось озеленение и высадка цветов. Между тем тверичане и гости города недовольны состоянием набережных Афанасия Никитина и Степана Райзина, горсада и других популярных мест. Неудивительно, что горожане выступают с конкретными предложениями по благоустройству. Подробности в нашем сюжете. Набережная Афанасия Никитина. Это одно из главных видовых и излюбленных мест тверичан. Здесь прогуливаются как местные жители, так и гости города. Но сами тверичане с состоянием этой зоны отдыха недовольны. На этой стороне реки, наверное, плитку поменять. Неровная. Листиков много. Сколы часто. Спотыкаются, соответственно, люди, особенно пожилые. Дети тоже могут упасть. Ну вот еще зонтики бы заменили. Ну и в целом просто, чтобы, наверное, убирались почаще. Выровнять, чтобы можно было погулять по набережной, проехаться на велосипедах. Ну и, наверное, больше уделять внимание уборке, чистоте. Плохое покрытие – не единственный минус набережной. Здесь элементарно некуда сходить в туалет. Сетуют отдыхающие здесь пенсионеры. Обеспечить туалетными помещениями – это проблема. Но я решила эту проблему за счет кафе. Я уже преклонна возиться женщинам, мне не отказывают навести чистоту. А тут пахнет приятно. Исполняла. Без этого никак. А без этого – да, никак. Лидия Петровна живет рядом с набережной. Любит здесь гулять. А с наступлением тепла часто проводит время на пляже. Но отдыхать на нем, по ее мнению, становится уже опасно. Мы, тверичи, заслужили более чистого отдыха, для пляжного отдыха. Посмотрите, какой песок. Нам каждое лето говорят, что вода в Волге грязная. Купаться нельзя. Но ни разу не подняли вопрос, что песок отвратительно грязный. Его практически не меняют здесь никогда. Вот возмущений уже нет предела. Плитка вся взъерошенная. Но к нам приезжает, у нас все-таки город воинской славы, правильно? К нам приезжают люди, туристы. Просто позор иметь такую набережную. Ее надо конструктивно менять. Последний раз на пляже обновляли песок в 2016 году. Спустя два года, в 2018-м, региональный Роспотребнадзор заявил, что песок на центральном пляже опасен для здоровья. А ведь здесь отдыхают в том числе и дети. В настоящее время вопрос об устройствах главного Тверского пляжа явно завис. Еще одна точка притяжения для семейного отдыха с детьми – городской сад. Елена вместе с маленькой дочкой пришли провести здесь свой досуг. Дороги сделать и карусель, наверное, открыть еще. Потому что много не работает. На колесе обозрения бы хотелось самим даже покататься. Понятно, что без маленьких детей, но тем не менее хотелось бы. А гостья Твери москвичка Марина приехала к нам с семьей на выходные. Они пришли в городской сад, чтобы покатать ребенка на каруселях и весело провести время. Но впечатления от центрального Тверского парка неоднозначные. Ну так чуть-чуть подновить, подкрасить. Хотелось бы, чтобы газонов было побольше. Потому что дуванчики везде – это уже другой вид отдыха, такой сельский. Конечно, многое сглаживает природа Верхневожья. Делятся туристы. Красивая Волга, обилие больших деревьев, которых, к слову, в некоторых частях города явно не хватает. Например, центр Твери превратился в каменные джунгли. На Советской не осталось ни одного дерева. Тверской проспект также практически без деревьев. А там, где деревья есть, их вырубают. Незавидной оказалась участь из зеленых насаждений в районе Комсомольского проспекта. А, например, в прошлом году почти не стало могучих тополей на набережной Волги в центре. Стволы деревьев отпилили практически пополам под 90 градусов. Таким варварским образом их кронировали, превратив в уродливые обрубки. Насладиться видом у прогуливающихся по этой территории тверичан и гостей города, увы, никак не получится. Вид на прекрасную, могучую русскую реку Волга закрывает высокая порсель, нестриженные кусты и высокая крапива. А еще на этом участке набережной нет ни одной урны. Поэтому мусор валяется. Где попало? Выбросить ведь его некуда. Из таких нюансов создается общее впечатление у гостей столицы Верхневолжья от Вери. Конечно, многое можно говорить о нехватке средств на благоустройство. Но важно умело и бережно заботиться о городе, исходя из имеющихся объемов финансирования. И подходить к этому вопросу с чувством вкуса и меры.